Приветствую! Вашему вниманию хотел бы представить проблемы, возникающие при эксплуатации и замене картриджей смесителей. Первая проблема это прокапывает, да? То есть прокапывает через камни. Камни имеют износ, имеют шероховатость за счет содержащейся в воде извести. То есть известь проходит через эти камни, перетирается между камней и, соответственно, образует небольшие полосы, через которые проникает, собственно, вода. Эти полосы создают сопротивление при переключении воды и, соответственно, в дальнейшем образуется шероховатость, которая дает еще больше сопротивления. И все это происходит долго-долго-долго-долго и в итоге камни становятся шероховатыми и через них проходит больше воды. И образуются эти самые капли подтекания и все такое. Значит, чтобы избавиться от этого подтекания, периодически стоит обслуживать, смазывать силиконовой смазкой эти самые камни. Чтобы вот эта шероховатость, она немножко уменьшалась за счет смазки, за счет смазочного материала. Это самый главный такой ремонт, так сказать, и самая главная проблема, и самое частое. Бывают еще большие проблемы, когда вы долго не обслуживаете или вообще не обслуживали никогда камни. Соответственно, вы купили картридж, поставили картридж, все как было вы оставили и у вас образовалась такая проблема, что у вас не отжимается все. То есть заклинивает картридж и происходит вот такое. То есть обламывается шток, шток, который, собственно, рычаг, который переключает режимы. От чего это происходит? От того, что сопротивление в камнях за счет того, что они изношены, за счет того, что у них есть вот эти небольшие кратеры шероховатость, создается большое трение и, соответственно, из-за этого трения у вас не выдерживает шток этот самый рычаг. Можно, конечно, поменять этот рычаг на новый, но сопротивление останется такое же на этих камнях. И не факт, не факт, что если вы смажете в дальнейшем эти камни, не факт, что сопротивление станет меньше, потому что износ этих камней, он сопровождается не только вот этой шероховатостью, но и, собственно, толщиной камней. Она, да, не сильно уменьшается, но это сказывается на резинках. Если резинки, они небольшие, вот как вот здесь вот, то есть вот их практически не видно, то они не будут создавать нужного давления при дальнейшем использовании, то есть при шероховатости, при небольшом, незначительном износе, они не будут создавать давление, и, соответственно, то, что у вас вот есть, даже если вы смажете, и оно все равно, камни будут находиться чуть-чуть в стороне друг от друга, чуть-чуть будут иметь расстояние между собой, и, соответственно, не будут выдерживать давление воды, и через, между ними будет проникать вода. То есть не факт, что если вы найдете донора вот именно на такой картридж, это 35-й картридж, то есть популярно это 40, для сравнения, вот так вот. Не факт, что если вы найдете донора именно шток на этот картридж, не будет подтекать этот кран, поэтому, если у вас такая случилась ситуация, скорее всего, вы не сможете восстановить полноценно этот картридж, и вам придется покупать новый, однозначно вам придется покупать новый, потому что при установке, то есть при обслуживании, обслуживание происходит не очень быстро, опять же, донора нужно найти. Вам нужно снять старый вот этот, поставить новый, чтобы использовать. Поэтому вам в любом случае нужно покупать новый картридж. Далее. Вот у вас случилась ситуация, что у вас немножко подтекает, это понятно. Есть еще ситуация, когда у вас подтекает немножко, и вы решили подкрутить шайбу, которая находится на кранах, и вы это часто видели, если разбирали эти краны. И возникает такая ситуация, то есть сопротивление увеличивается, то есть на рычаг, но вы как бы все равно подкручиваете, и еще больше усиливаете сопротивление на эти камни. Да, они могут немножко подизноситься, и, соответственно, друг об друга подточиться, и, соответственно, убрать немножко шероховатость. Но, если шероховатость значительная между камнями, и смазочного материала там совсем нет никак, никакого, то то, что вы подтянете эту шайбу без наличия смазочного материала и при большом сопротивлении, то ситуация сыграется обратная. То есть вы сделаете примерно то же самое, что и здесь, то есть увеличиваете сопротивление, можете обломать штук, но можете и сделать такую ситуацию, так как шайба, она создает большое давление, плюс еще вода имеет свое давление. Вода давление подает в эту сторону, со стороны, собственно, штока вот этого рычага, а шайба создает давление вот на эту часть. Соответственно, между этими двумя частями создается противоположное давление, и образуется вот здесь вот трещина. То есть особенно это актуально, если вы резко включите воду, то есть вот так вот, резко, при большом сопротивлении на этот самый рычаг. Таким образом, резкая подача воды сюда, резкое сопротивление, образуется вот здесь вот трещина. И эту проблему можно решить, так, видно, вроде как должно быть видно, эту проблему можно решить с помощью пайки. Но пайка не просто абы чем, а именно либо дополнительной напайкой материала, ну, допустим, допустим, я не говорю, что это точно, но, допустим, это стяжки. То есть можно дополнительно напаять стяжки. Опять же, не факт, что это будет держать. То есть массу нужно, не нужно, а стоит напаять. То есть основная задача вам убрать эту трещину. Трещину эту нужно убрать таким образом, чтобы вглубь запаять, смазать вот так вот вместе вот эти две части, чтобы они соединились, объединились. Чтобы они не истончились, вот как раз можно использовать стяжки вот так вот вдоль, опять же, создать такой сварочный шов. Я стяжки не пробовал использовать, но они тоже из полипропилена, то есть использование температуры 270-290 градусов. Такой вариант тоже возможен. И, соответственно, в дальнейшем это можно использовать. Но, опять же, если у вас есть сопротивление на этих самых камнях, если у вас было подтекание, значит у вас изношен смазочный материал, значит вам нужно обязательно смазывать эти самые камни, которые здесь вот находятся. Керамические камни из себя представляют вот такие вот части. То есть, вот основная часть, которая идет для смешения. То есть, вот так вот правильно ее показывать. Вот вторая часть, от которой сопротивляется. То есть, получается, вот сюда попадает вода, вот сюда попадает вода, отсюда отталкивается эта вода и, собственно, попадает в одну из этих щелей. И, соответственно, вот эта часть находится со стороны рычага. Значит, сюда подается большое давление. Большое давление, и, соответственно, при резком нажатии на рычаг сюда идет резкий приток давления и, соответственно, при резком отжатии рычага происходит резкий толчок в это место и, соответственно, как раз до этого показывал про трещину, значит, происходит трещина. Этих щелей достаточно для того, чтобы создавать большой поток воды и за счет того, что это камни керамические, износ происходит не очень сильно, практически незначительно. Но трение. Возникает трение вот это самое и, соответственно, между этими камнями протекает вода, если есть неровная поверхность. То есть изначально эти камни, так, сейчас, наверное, не показать, как они бликуют. Ну, на свету они прям бликуют очень сильно, потому что поверхность у них очень гладкая. Даже несмотря на то, что визуально поверхность очень гладкая, очень ровная, они все равно могут быть немножко шероховатыми, то есть недостаточно гладкими, недостаточно ровными. И именно поэтому необходимо смазку применять силиконовую, чтобы вот эта самая минимальная шероховатость, она компенсировалась смазочкой. И, собственно, через эту шероховатость не проникала вода. Ну, не происходили вот это накапывание. Камни, сами камни ломаются, ну, я не знаю, не ломаются. Ну, по крайней мере, такого не припоминаю, чтобы была трещина. Это если, например, какая-то была неправильная перевозка, и тогда они вот как бы сломались там, ударились друг об друга, и в дальнейшем, когда резкое там давление, они могли дополнительно вот... Ну, какая трещина была, и она за счет вот этой имеющейся трещины при высоком давлении, при гидроударе происходит разлом вот этого камня, и тогда, возможно, да, он может сломаться. Но, опять же, я не припоминаю такую ситуацию, чтобы камень ломался. В основном ломается либо пластик, либо они вот как раз имеют шероховатость, через которую проникает. Вот. Собственно, камни, получается, имеют огромнейший ресурс, но единственный момент, да, то, что если они немножко вот подизношены, немножко имеют шероховатость, они имеют небольшое расстояние между друг другом. За счет резинок, которые тоже они усаживаются, происходит такое то, что естественный износ, который невозможно компенсировать с помощью зажатием вот этой шайбы, даже и смазки. То есть, получается, да, у них толщина достаточно большая, но при этом износ все равно происходит... недостаточный износ, это несколько, там, долей миллиметра. И поэтому даже вот такие достаточно толстые камни, они изнашиваются, вот буквально... То есть, ресурс этих камней не полная их толщина, а буквально долей миллиметра. Есть еще вот такой вариант картриджа. Вот такой вот вариант картриджа. Это очень крутой вариант картриджа, потому что, во-первых, то есть, что мы видим здесь, мы видим давление чисто вот на эту часть. То есть, шайба, которая делается из листового металла, она давит конкретно вот на эту стеночку. Здесь, получается, давление не происходит. И вот на эту стеночку, прямо на самый край, на стенку, на эту. Соответственно, вот сама вот эта полочка этого картриджа, этого пластика, она, опять же, не давится. То есть, если бы давление происходило на всю полочку, да, как бы это было бы хорошее давление. То есть, давление происходило бы полноценное, равномерное. Но таким образом вот и образуются эти самые трещины. А здесь получается, что давление происходит не только лишь на самый край, а даже вот, кстати, на середину. То есть, на середину это происходит за счет того, что происходит с помощью пластика, ну, то есть, промежуточный пластик. То есть, он уменьшает давление на этот пластик. То есть, несмотря на то, сколько мы придадим давление металлической шайбой, все равно частично это давление компенсируется вот этой проставкой пластиковой. То есть, вот такие картриджи, они лучше сопротивляются тому, что образуется трещина. То есть, эти картриджи в таком плане лучше. Соответственно, вот эта проставочка, она работает не на все картриджи. Она вот, сейчас я посмотрю, проверю. Может быть, вот как раз на такой же картридж, вот, смотрите, видите, размер тот же самый, те же самые 35 миллиметров, но при этом шайба не налезает легко. То есть, здесь вот получается размер немножко не тот. Может быть, может быть, здесь не столь это значимо. То есть, опять же, кольцо это поло для уменьшения и массы, и создания такого барьера, так сказать, воздушного. Ну, то есть, получается, чтобы сама вот эта шайба страдала, но не страдал корпус при высоком давлении. То есть, здесь вот она просто сажается легко. Здесь же она не сажается, потому что здесь немножко другая толщина, другой диаметр. И я уже говорю, вот такие картриджи, они лучше способствуют компенсации вот этой затяжки на металлической шайбы, на картридж. Кран букса. То есть, все мы знаем кран буксы. Это всем известная штука, которую многие, кто видел, многие, кто сталкивался, кто обслуживал краны. В чем проблема у кран букс? Есть ли создается сопротивление? Я сейчас даже попробую найти чуть позже кран буксу, на которой собственно, выломаны. Но это не факт, что я найду, но может быть найду. Короче говоря, помимо того, что существуют разные наконечники, то есть под разные барашки, самые популярные, это вот все налезает, все в порядке. Но бывают такие наконечники, которые имеют меньший шаг вот этих шлицов и соответственно они не для всех подходят. То есть, у меня глаз наметан, я знаю, что вот это самый популярный и у меня вот я прям купил вот этот эту кран буксу и у меня сразу подошел, потому что я знал, как выглядят мои шлицы, ну, для моих барашков. И соответственно, эти барашки у меня были и все. вот бывают реже шаг вот этих шлицов и соответственно опять же это стоит учитывать при выборе кран букс. Проблема у кран букс самая частая это вот здесь вот находится это второпластовое кольцо, которое изнашивается и за счет того, что вот это второпластовое кольцо оно является как бы подшипником, только не подшипником, а ну, подшипником скольжения, можно так сказать. И за счет износа оно второпластовое, кстати, вот это не разбирал, эту кран буксу, она по идее должна быть лучше, чем обычная. Иначе вот в обычных кран буксах там используется второпластовое кольцо, которое изнашивается и при его износе уменьшается давление на эти камни. Из-за этого происходит уменьшение давления на камни, происходит подтекание через эти камни и, соответственно, подтекание воды из крана. То есть вроде как эти кран буксы управляются, ну, управляют отдельными частями, то есть горячей, холодной водой. То есть если у вас, например, горячая вода подтекает, то холодная не подтекает, допустим, вот такая ситуация. Или же наоборот. То есть можно заменить одну кран буксу, не целый картридж, не камни там, ничего такого. То есть по отдельности. Но момент такой, то что нужно менять вместе вот эти кран буксы, потому что ресурс этих колец очень низкий. И, соответственно, через эти камни подтекает вода, пропускается вода, и можно по большому счету выкидывать. Но есть один момент, что можно использовать, подобрать определенного, определенной толщины медную проволоку и намотать в виде кольца. Это работает, но ненадолго, потому что, опять же, износ медного этого колечка из медной проволоки, оно, ну, он, точнее, износ он происходит очень быстро. Можно использовать латунные кольца. Иногда можно встретить эти самые латунные кольца в магазинах очень редко и в очень редких местах я встречал. Но, опять же, смотря где, можно ли встретить, не можно. это все сложно по сравнению с тем, что купить кранбуксу, найти новую кранбуксу и купить. Она находится легче, но стоит дороже. Вот. Что еще хотел сказать? А, почему не только дело в этих кольцах фторопластовых из-за их износа. есть еще проблема вот в этих шлицах, которые держат эти камни. Сейчас покажу. Вот эти шлицы. Так, где тут свет? Вот фокус, наверное. Вот фокус. Вот эти шлицы, они держат камни и они сделаны, опять же, из латуни. То есть, весь этот корпус, вот этот шток идет вот до сюда. И он имеет разные формы. Имеет зубчики. Эти зубчики как раз и ломаются при высоком сопротивлении. То есть, если вы зажимали очень сильно и у вас как раз пытались убрать расстояние между этими камнями и подтекания, соответственно, высокое давление на эти камни за счет того, что резинка уплотняющаяся давит, у вас происходит облом этих самых зубчиков. Но бывают такие штоки, которые имеют полукруг и они выдерживают больше сопротивления, то есть, они не ломаются, но при этом опять же насколько долго прослужат сами камни при высоком давлении и не треснут ли они в этом месте, где прилегают к этим латунным шлицам. К сожалению, найти пример обломанного штока не получилось из-за того, что я уже их те, что у меня были поломаны, я их сдал на металлолом. Но у меня остались камни от одного из такого от одной из такой кранбуксы. Камни эти выглядят специфически, то есть, вот эта прорезь, это как раз от того штока, про который я говорил, который имеет такую круглую форму, и соответственно, он, этот шток вставляется сюда и поворачивается вот таким образом. Скорее всего, даже нет. скорее всего, через какую-то проставку, но я уж не помню, может быть, через проставку пластиковую, опять же, через проставку пластиковую сюда вставляется, а в проставку уже там идет перекрестие, то есть, она может вставляться как на горячую воду, так и на холодную, то есть, в зависимости от того, как ее повернешь. Вот, и имеют вот такую форму с другой стороны, другой камень имеет форму, то есть, так вот поворачивается и в зависимости от того, насколько сильно повернулось, либо замыкается, либо открывается. Это все, что я хотел рассказать о кранбуксах и картриджах для ремонта кранов. Продолжение следует... Продолжение следует...